Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 19 июня 2024 года и приехал на одну из самых больших ярмарок города Киева. Она располагается на проспекте Соборности в Днепровском районе столицы, возле Дарницкой площади. Обязательно посмотрим ассортимент, цены и что же у нас тут вообще продается. Вот видим персики инжирные 65, лохына голубика по 400 за килограмм, клубничка 90 гривен из Закарпатья, черешня 70 и 80. Здесь вот очень большой ассортимент для сада, цветочков, большой отдел с европейской химией. Они, кстати, представлены на каждой ярмарке. Тут располагается в самом начале отдел с разнообразной одеждой. Вот футболочки, нижнее белье продается. Но нас интересуют в первую очередь продукты, поэтому скоро их посмотрим обязательно. Всякие кепочки, детская одежда, панамки. Очень большой отдел с обувью, разнообразной вышиванки. Смотрите, по 1300 вышиванки из лена. Это мужские, все в одну стоимость. А это отдел с женскими вышиванками. Красивые такие вышиваночки, все по 1300 гривен. Погода сегодня хорошая, поэтому торговля ожидается очень оживленная и интересная. Сегодня, кстати, до плюс 30 градусов. А в ближайшие дни обещают очень такую жаркую погоду до плюс 34. Недавно у нас были дожди до плюс 20 градусов, а сейчас 34. Такие вот погодные качели. Футболочки по 300 гривен для заграничных подписчиков. Озвучу стоимость доллара и евро. Один доллар у нас сегодня 40 гривен, один евро 43 гривны. И как узнать цену в валюте? Нужно стоимость в гривнах разделить на 40 и узнаете цену в долларах. И на 43 и узнаете стоимость в евро. Нижнее белье 150, 200, ну не будем на этом зацикливаться. О, видим отдел с картошечкой. Молодая картошечка 30 гривен за килограммчик. Вот еще молодая картошка. Прямо целые горы картошки по 30 гривен. Очень хорошая цена. Цибуля 24, бурячок по 40. Вот есть бурячок молоденький подешевле по 20. Яблочки на компотик по 9 гривен. Я округляю стоимость, потому что так удобнее. Много цифр никто не любит. Яблочки по 20 и по 27. Персики инжирные 50. Распродажа абрикосы. Не, не, не стою. Абрикосы по 60. Вот слива из Молдовы 60 гривен. Черешня по 50. И еще черешня желтая по 60. Вот очень хорошая цена на черешню. И вот черешенка по 59. Нет, да, по 60 гривен, 59. 85, клубничка. Смородина 80. Хорошая цена. Так. Поричка. Ягодки 65. Впервые в жизни вижу такое название. Персики по 50. Грибочки тоже по 50 гривен. Перчики 90. Кабачок 19. Капусточка 13. Огурчики по 44 гривен. Морковка 37. Салатики всякие разные. Чесночок 25 гривен за 100 грамм. Салатики в среднем по 10. За 100 грамм. Вот укропчик 15. За 100 грамм. Рядом располагается. Изюм 100 гривен, 160, 180 за килограмм. Вот есть изюм по 250, по 300, курага 400. Вот есть курага по 28, финики по 40. Манго сушеный 200 гривен из Вьетнама. Манго в шоколаде 200. Сколько? Не указана цена. Банан в шоколаде 180. Можем наблюдать орешки. Фисташки 55 за 100 грамм. Медаль по 40. Тарахи смажены по 140 за килограммчик. Сердечный набор. 40 гривен за 100 грамм. И двигаемся дальше. По правую сторону у нас по традиции ярмарка, а по левую барахолка. Давайте посмотрим, что же тут продают люди. Какие свои интересные товары, которые им уже не нужны. Вот очки по 20 гривен. Видим всякая одежда. Полотенце. Ожерелье. Браслетик. Такое. Безотерия. Колечки всякие разные. Очки. Ваза. Ну, у нас сегодня не обзор барахолки, а обзор ярмарки, поэтому будем делать акцент на продуктах. Будем искать дешевую черешню. Абрикосы по 50. Черешня 65. 75. А напротив, черешня по 50 гривен. По 50 гривен. Берите. Спасибо. Попробуйте. Спасибо, я на обратном пути. Как раз. Сейчас я сначала дойду до конца ярмарки, а потом в конце планирую что-то приобрести. И в конце обзора обязательно вам покажу свои покупочки. Поэтому не переключайтесь. Черешня вообще по 45. Очень хорошая цена. Рядом еще такая разноцветная черешня. Нектарин по 50. Очень много фруктов сегодня. На ярмарке. Сейчас зайдем к нашим хорошим друзьям на одну из самых интересных точек на барахолочке. Вот знаменитые рыбки продаются здесь. Они по 300 гривен на борщик. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Как дела у вас? Как все не жар? Да, жара. Да? Да. Где? Куколки. Интересно. Для сыпучести набор. Да, жара, конечно. Ага, серебряные, харьковские у вас, да? Ого. Класс вообще. Ага, это серебро чистое, да? Да, 875-я труба. 875-я. А это тоже 875-я, да? Ну, я много любила. Это по золоту, это серебро, это мелькер. Ага, а еще, сейчас, секунду, посмотрю. По золоту. А снова какая? Серебро? Не, ну, по золоту. А, просто по золоту, да? А это тоже старый мелькер идет. Ага, это тоже харьковская, да? Ну, это я точно не знаю, советская харьковская снежинка и харьковская лодочка. Ага. Сережечки еще такие красивенькие. Да вы так много взяли, у вас тут самые, не, у вас тут самые интересные товары, я же серьезно говорю. Это бетончик. Классно. Кошелечек с бетоном. Это тоже бетончик. Борошка. Это коросты. Какая красивая. Очень красивая, там ручная работа, еще старый коросты. Это просто. 100 гривенки, по-моему, в Киеве. Нет, это коросты. Вот еще тоже у вас тут. Ну, это же. Ага, браслетики. В основном, уже все позабирали. Из новых только, может, вот этот бантик я подкинула, ну, он такой груденький, но... Ага, тоже неплохой, да. А там две коросты, они с букетиком рыбкая, да, и вот эту. Одна из самых таких классных точек. Смотрите, ожерелья. Они каждую среду тут продают. Очень хорошие люди. Я их знаю, поэтому приходите, покупайте. У них всегда тут качественная продукция. Колечки. Что еще? Бокальчики. Эти, шкатулочка. Смотрите, какая это... Этой шкатулочки раньше у вас я. Не видел, да. Красивая. А вот крыси на ней. С ракушками. Да. Тоже набор для сыпучести. Чанечки всякие. Хорошо, на обратном пути к вам зайду еще. Так, двигаемся дальше. Абрикосы по 60. Лохина по 40 за 100 грамм. Черешня 85. Вот еще Одесская 65. Черешни, конечно, очень много. Вот, смотрите, еще продают вот такой стульчик. Как раз у кого есть дача или какой-то частный дом, то можно приобрести такой стул, поставить его и отдыхать, расслабляться. Слава квадратная. Одна из самых таких интересных точек по часам. Смотрите, победа. Часики идут. Очень удобно, что указана стоимость. 500 гривен. Это самый такой бюджетный сегмент. Слава. Часики. Они все обслуженные, рабочие, да? Да. 550. Слава. Луч. Тоже аналогичная стоимость. Тут все где-то в районе 500 гривен, да? Просто не 100. 550. Полет. Тоже аналогичная стоимость. Попеда центральная секундная стрелка. Ага. 750, да. Ракета. Это все советские у вас, да? Да. Там еще видел интересные часики. Вид головного управления, разведка. Слава. Скоро вам их покажу. 650. Ракета. Тоже аналогичная стоимость. То есть 550 и 650, да? Так у вас все логично выстроено. 750. Полетный экспорт, торговая марка, я же сказал. Угу. Экспортный полет, да. Да. Посмотрим. Полет с губинником. Угу. СССР. Тысяч. Полет с губинником Россия, император. Квадратные слады, зеленый циферблат. Мы часто встречаемся. Угу. 850. А вот электронику один очень хочет человек там найти. Может, если попадется у вас, так пишите обязательно. Слава. Так, Слава. Полторы тысячи. По заводу 20. Ага. Еще и 20 по заводу. Ракета с автоподзаводом. Угу. 2500. Ну, выглядит так внушительно. А браслетики у вас тоже, если что, продаются? Позвученные, да. Собо нельзя. К этим всем часам можно подобрать еще браслетик. Ракета-самолет. Кто в теме, то и знают. Угу. У меня часто встречается ракета-самолет. У меня еще белые ночи спрашивали, часики. Полет на Утилес. Тоже редкий. Ага. Тут у вас сверху самое, самое интересное. Вот Восток. 2000. Ракета Коперник. СССР. Угу. Тоже две. Полет. 23 камня. Ага. Первое оформление циферблата. Советско-китайская дружба, 50-е годы. Угу. На ходу. Тоже редкие часы. Другое оформление корпуса. Полет 23 камня. Ага. Они практически одинаковые, но только разница. Разве. Выход с Карпатом. Я понял. Командиры. Командиры. Заказ МО. В СССР. Чистополь. Все равно 100 секунд рабочий. Первое оформление корпуса. Другие корпусы. Ага. 2000 еще. Командиры. 100 секунд рабочий. МЧЗ Кировские. Столичные. Ага. 4000. Корпус Крабель. По золотой двадцаткой. Оригинал. Так. Вот эти самые. Самые, вы говорите, интересные, да? Ну, одни из самых интересных. Да. Шесть пятьсот. Шесть пятьсот. Да. Классные часики, конечно. Шесть пятьсот. Победа. Штурманская. Штурманская. 2000. Компас. Это вы говорите, какой год? 41-й год. Там на нем указано, внутри под циферблатом. Ага. Да, вижу. 41-й год. Компас. Самый интересный. Ну, один из самых интересных экземпляров. 1800-й год. 1800-й год. Его цена. Главное управление розвитки. Это же механика, да? Да. Обслуженный на ходу. Майзеный нос. Вид начальника ГУРМО Украины. Интересный экземпляр. Полет. Полетный люкс. 2500-й год. Еще полет. Тоже до люкс. 2500-й год. Полет. 2500-й год. Не все до люкс, да? Да. 2500-й год. И самые такие изюминки из полета долюкс. Черный циферблат. Считается одним из самых элегантных. Да, интересная, конечно, у вас точка. Напоминаю, если кого-то интересуют данные товары, можете обращаться ко мне в телеграм. Вконтакты в первом закрепленном комментарии. А также в описании под данным видеороликом. И даже часики упакуют. Смотрите, вот в такую сумочку. Алоэ Ветон вообще класс. Шикарно. Посмотрели интересные часики. И если кому-то что-то интересное, пишите мне в телеграм. Видим. Вишня. 60 гривен. Ягодки. Агрус. 90. Здравствуйте. А векутина сало у вас? По 100. По 100. Это на сало. Это такая на поджарочку. Ага. На поджарочку. По 100 гривен. А векутина у вас? Ага. По 160 гривен. По 160 гривен. Свининка сейчас у нас продается. Так. Сушки. Видим. 230. Печенюшки. Очень много. Разнообразного печенья. Вот 150, 160, 250, 240, 220 творожник. Ой, помню, как я тут снимал. Во время дождя, ливня, все было в воде. Ой, ноги все были в воде. Потом еще приболевший был после этого. Ой, ужас, конечно. Ужасные съемки были. Они, конечно, набрали определенное количество аудитории, просмотров. Но здоровье дороже, как говорится. Так, воришка 270. Вот 180 дороже. Что еще у нас тут интересненького? Есть хомка 180. Мармелад 400. Зефирчик по 200 гривен. Напоминаю, 1 доллар на сегодня 40. 1 евро 43 гривны. Как узнать цену в валюте? Вы сами все знаете. Потому что вы большие молодцы. Ого, видим лохина. Очень дешевая. Она везде по 400, а здесь 350. Хорошая цена. Нужно будет на обратном пути приобрести обязательно. Здравствуйте. Какую цену сало у вас? Різное сало. Поесть и пожарить. Поесть и есть. Я 150. Ага, 150. Тут я лишь посаду. По 150. А такое вы якую цену? 350. Ага, 350. Спасибо. Гарного дня. По 150 и по 350 сало. Продается на базаре. Очень большое количество людей, конечно, на ярмарке на Дарницкой площади. Покупают абрикосы по 48. Хорошая цена. Бананчики по 45. Видим на ярмарке такой автомобиль с настоящим фермерским молоком. 28 гривен за литр. Жирность 3,7%. И вот оно набирается из таких пистолетиков. Если у вас нету тары, то можно приобрести 3 литра 8 гривен и 2 литра. За 6 гривен. Вот такое у нас настоящее молоко продается на ярмарке. Так, видим вишню по 60. Акция. Клубничка 75. Здравствуйте. А в какую цену мясо у вас? Это говядина? Кого он хозяина? А. Кого он хозяина? Кого он хозяина? Ага, хозяина. Как говорится, раз можно. Вот смотрите, копчености какие классные вообще. Колбаски. Мясо копченое. Вау. Нектарин. По 40. За килограмм. Очень хорошая цена. Помидорчики. По 40. За килограмм. Ого. Здесь привлекательные цены. Авокадо. 15 гривен. Штучка. Что еще у нас дальше? Черныця. 150 гривен килограмм. Черешня. 55. Персик. По 45. Целая гора черешни. По 55 гривен. Еще по 55. Из Одессы. Ого. Арбузики. Смотрите на ярмарки в Киеве. Арбузы вот желтые продают. 50 гривен за килограмм. И вот так вот он выглядит. Вообще класс. Рядом еще папайя. 100 гривен за килограмм. Это примерно 2,5 доллара. Виноградик розовый. По 100 гривен. Авокадо. 5 гривен за штучку. Вообще. Манго по 50. Вот. Авокадо. Есть еще такой. Одна штучка. 30. Две. 2,50. И такой манго. Чуть-чуть побольше. 70 гривен за штучку. Хорошие цены. Двигаемся дальше. Ого. Смотрите. Черешня всего лишь по 1 доллару. По 40. Классная цена. Вообще. Лохина. Самая дешевая цена на Лохину. Это голубика. 250 гривен за килограммчик. А там она везде по 400. 350-400. А здесь 250 из волыни. Класс. Вообще. А можно попробовать? Головико, да. Класс. Еще и вкусная. А кукуруза почем у вас? 50 и 70. Ага. 50 и 70. Так. Олахыну, наверное, возьму сейчас. А черешню тоже можно попробовать, да? Да, это все можно. Классно. Все можно попробовать. Все? Можно покушать, да, ничего не покупать. Даже покушать еще не. Не жалко. Спасибо. Возьму, пожалуй, у вас тут. Привлекательные цены максимально. Да, да. И нету очередей. Можно, пожалуйста, килограмм черешни по 40? Хотя давайте полтора, наверное. Полтора. Привлекательные цены. Да, да. Да, да. А по чем кукуруза здесь? 50 и 70. А по чем кукуруза? 50 и 70. Вот у вас одна точка с кукурузой. Ее больше нигде нет. Эксклюзивно. Но я не видел. Да? Я не видел. Ага, полтора. И лохины на 100 гривен. Взвесьте, пожалуйста. А что там будет на 120? Ну, пускай будет 120, хорошо. Видите, тут 60. А ну, сейчас тут плюс-минус. Ну, а 120 гривен, 120 гривен. Класс, конечно. Взял голубику. А по чем сало, не знаете? 120. Ага, 120 гривен сало. А свинька в якутину у вас? 160. 160 гривен мясо. Дякую, гарного дня вам. Дякую. Вот в холодильнике. Оно все хранится в холодильниках. Все помидоры. Вау, классные, конечно, цены на черешню. Вообще, я взял. Реально, мне очень повезло. Так, ожина, солодка. 150 гривен за килограмм. Вообще, класс, реально. Так что приезжайте на ярмарку в Киев и покупайте дешевые и качественные товары. Так, вареная индычка 250. Вот колбаса дровобыч из свины на 4. 400 вырезка улыня. 100 гривен на дровах свины на 45. Колбаска, это, скорее всего, за 100 грамм. Копченая улынына. Это цены за 100 грамм, да? Ага, 85 за 100 грамм. Всего хорошего. До свидания. Картошечка. Всего лишь по 10 гривен. Я картошку просто не люблю. Но для любителей картошечки тут очень хорошие цены. На ярмарке есть еще весы. Можете проверить то, что вы приобрели. Ого, варенье такое у нас. Интересное. Сиропы из сосновых шишек. Варенье. Класс. Паста фениковая, кокосовая, калюдянекая. Сосновый квас. Даже настоящий. Эко-чипсы. Класс вообще. Интересная точка так. Оформлена. Классная витрина. Варенье на сосновых шишках. Не знаю, я ни разу в жизни не пробовал. Так, рыбка. Короб 160. Сазан. 160. Судак 240. Щука, извиняюсь, 160. Семка 650. Стейк сома 320. Вот такие вот цены. Огурчики. По 45 за килограмм. Не знаю, может взять. Смотрите, двойной огурец. Прикольный такой. Так. Двигаемся дальше. Кочерити. 95 за килограмм. Банан по 45. Хочется, конечно, все рассмотреть. Все попробовать. Ну, ого, хлебушек. Доброго дня. Доброго дня. Как дела у вас? Как торговля? Хлеб на черене. 45. Житний 35. Пшенычный 35. Прибалтика 40. Пшенычный 35. Вишня. Пирог с вишней 50. Пирожочки. Синабончики 70. Булочка с маком 45. Она прям очень... Да, я знаю, у вас раньше пробовал соблазнительно выглядит эта булочка, но у меня сейчас такой период, что хочется немножко подсушиться, поэтому булочки в этот план не входит. Что еще? Часики всякие. Партигары. Подстаканники. Вот, видим на ярмарке в Киеве. Здравствуйте, я кутину фили куриные у вас? Ага, 165 за килограмм. Ну, хорошая стоимость. В принципе, как и везде. На ярмарке можно по хорошим ценам приобрести овощи и фрукты, особенно если малина. Вот по 130 гривен на ярмарке. Черныца, смородана по 100. Особенно если пройтись с самого начала до самого конца ярмарки и промониторить все цены. Тогда есть большая вероятность, что вы купите с очень хорошей скидочкой. Вот очереди. Что же все покупают? Интересно. И по каким ценам? Наверное, тут что-то очень дешевое. Давайте посмотрим. Давайте подойдем. Вот черешня 65, 69. Двигаемся дальше. Конечно, очень такое большое количество людей и не всегда комфортно. Масло 250, вот сыр 260, 590 козий сыр. Ого, сколько людей стоит в очереди за пряничками. По 82 гривны, по 85, печенюшки, рулетики с маком, штрудини с лишней. Очень много сладостей. Так что если вы сладкоежка, то поставьте этому видео лайк. Идемте дальше. Видим черныца 170, а груз 130, лохына 40 за 100 грамм. А я взял лохыну по 25 за 100 грамм. Только никому не говорить. Продукция в холодильнике. Вот сыр, фета, сметана. Интересная ярмарка здесь на самом деле. Очень много продукции. Интересных товаров тут продаются. Всегда можно поторговаться, попробовать. Сало от Петровича. Здравствуйте. В какую ціну сало у вас? 150, 170. 150, 170. А свинина в какую ціну у вас? 160, 150. 160, 150. Дякую, гарного дня вам. Хлеб грузинский, лавош. Здравствуйте. А в какую ціну лаваш у вас? 25 гривень. Ага, 25 гривень. Спасибо. Всего хорошего вам. До свидания. 25 гривень. Вот видим пуху печеную. Сало печеное по 230. Копченое сало. Колбаски. Класс. Вообще 230. Ой, не знаю. Нужно уходить, потому что я сейчас все куплю. А колбаски я сейчас не ем. Потому что хочу немножко посушиться. Это самое здорово. Очень большой отдел с европейской химией. Ой, не химией, извиняюсь, а продуктами. Сегодня как-то очень жарко. Вот чай 100 гривен. 350. Такой чай. 190. Киндеры продаются. Конфетки с парципанами по 60 гривен. Шоколадочки. Киндеры. Польские, немецкие шоколадки. Милки. Нутелла. Большая, маленькая, средняя. Икра 650, 600, 1100. Кофе. Очень много европейской качественной и вкусной продукции. Так, двигаемся дальше. Как всегда, овощи, фрукты. Квас 0,540 гривен. 0,330. Вон, 290. Вот голубика продается. Тоже хорошая цена по сравнению с большинством предложений на базаре. Некоторые уже собираются, уезжают. Но многие остаются и торгуют, пока все не продадут. Специи. Вот 100 гривен. До птыти, до плову, до мяса. Все специи. Вот 100. 80 гривен. Универсально. К рыбе, к птице. К салу, шашлыку. И ко всему, что только может представить ваше воображение. Мед домашний на ярмарке в Киеве. 150 гривен. Мед 300 гривен. Лыба. Нокричанный тоже. 150 и 300 гривен. Что еще у нас интересненького? Прополисный. Тоже по аналогичной стоимости. Рапс. 150 гривен. 150 гривен. Статуя. Травяной. Акация. 150 и 300. А 400 есть акация. Да, дяква. 200, 400. 250, 500. Гарного дня. До свидания. Так, он и там. Березовый сок. Смотрите. Я думал, что он уже вышел. из продажи. Но все же его продают. Амвэй. Продукция. Что еще у нас здесь на ярмарке? Интересненького. Ого, смотрите, какая большая очередь. Это очень большая очередь. Что же у нас тут продают? Персики. А по чем персики здесь? По 40. По 40, да? Ну, сейчас принесут еще. Да, по 40. Спасибо. Ну, я в очереди стоять просто не особо хочу. Поэтому так бы взял, наверное. Ну, в следующий раз. Ого, арбузики. На ярмарке в Киеве. А по чем арбузы у вас? 30 гривен за кило. А дыни в какую цену? 50 гривен. 50, да? А звідки это арбуз у вас? Из Одессы, да. Из перси в Одессе. Ну да. Самый первый. Гарной торговый. А в какую цену персики у вас? 70 гривен. А, 70. Так, сейчас двигаемся в обратном направлении. Цены в целом все посмотрели. Вот смотрите, акция на мороженое. 15,90, 9,90. Двигаемся в обратном направлении. Сейчас планирую приобрести огурчики, помидорчики и что-то еще посмотрим. И в конце обзора обязательно покажу все свои покупочки. Поэтому не переключайтесь. Двигаемся в обратном направлении. Видим ананаса. По 50 гривен за штучку авокадо. 60, 70 и 20 хаас. Хорошая цена на авокадо. Черешенка по 50 гривен. Прям горы черешни. Одна из самых таких бюджетных предложений на ярмарке. По 50 гривен. Молодые прикоски. Молодые. Всеволька по 25 гривен. На ярмарке в Киеве. Ведем сметанку. Домашний сыр. И посмотрим цены. Литр сметаны 120. Творок килограмм тоже 120. Маска 350. Сыр по 300. По 370. Сладостью. Зефирчик по 130. Печенюшки 95. Вернулся сюда. Тарелочки у вас. Шкатулочки. Это да. Марки Спенсер. Кристина Агилера настоящая. Это бетончики. А сколько такой у вас кошелечек с бетонией кожи? Ну, нет, как для своих. Для 200. Там, как он сказал, 400. Девушка уже хотела за бетончик забрать. А тут... О, не то, что тут... Да, выглядит очень приятно. Чувствовалось. Это стажет. В результате какая-то змея. Змея, кажется. Вот колодная. Да. Это вот это тоже бренд. Не вот это Кристина Агилера. Не оригинальный. Ой, есть. А то дымок. Да. Тоже. Ага. Да, Кристина Агилера. Сумочка. А это... Я тоже так собираю сумочку. Классная сумочка, конечно. Так. Ожерелья у вас тут такие. Тоже интересные. Мальчишка, да, что там слонюшка. Ммм. На стенку вешается. Ммм. А барановка. Старая. Ага. Да. Тарелка эта коллекционная. Зеркальце. Где? Коробочки. Ага. Коллекционная. Тарелочки коллекционная. Настенная. Да, продукция у вас тут, конечно, всегда классная и всегда интересная. Тарелка немножко взяла, где еще полночь. Да. Это еще немножко, да? А дома у вас еще больше. Да. Да. Сколько я проливаю? Интересно представить, что у вас еще. Еще есть интересное. Музей. Да, да, да. Да, да, да. Да. Так, у меня еще сколько новогодних купил. Это я, у меня вообще игрушки Деда Мороза, я хочу сказать, и очень сладко, таких, которых вообще не пили. Это тоже коллекционная, вот эта, вот эта, вот большая казаки ловлят рыбу. Она там на Юбэй. Казаки ловлят рыбу. Ну, да, они интересные такие. Интересная кукла. Да, это получается там ручная работа, волосики прилеплены, все ткани, все так. Полностью все это ручного делалось. Это полтана ручная работа, как я делал. Угу. У это дымов тоже такие ручные работы, вот эти колокольчик, это жгол. Казовина. Казовина. Да. Казовина. Это садец. Это авокалий и пластиковый. Ой, карпай. Покалий, он где. Да, интересно. Интересно. Это советская олимпиада, кстати. Почему цель-то вошел? Зеркальце. Зеркальце с олимпиадой. Это олимпиада зеркальца. А где, ну, эмблемы олимпиады тут. Ну, цель-то, вот эти там, где я смотрела, что-то оно предназначено олимпиаде. Я думаю, такое оно дорогое. Да, интересно. Типа, вот еще она была как-то. Барошки. Набираю вот огурчиков. Смотрите, какой двойной огурец. Прикольно. 44 гривны огурцы. По одному евро за килограммчик. Классные домашние огурчики хорошие. Сейчас наберу. Буду есть дома. Друзья, давайте посмотрим, что же купил в этот раз на ярмарке. Смотрите, черешенка классная. Всего лишь по 40 гривен. Это 1 доллар за килограммчик. Очень хорошая цена. Друзья, я сравниваю всегда с другими предложениями на рынке. Черешня в спальном районе Киева. Например, там в Днепровском районе, в Дарницком стоит около 100 гривен за килограмм. От 100. 100, 120 и выше. А здесь 40 за килограмм. Поэтому эта цена очень хорошая. Там некоторые пишут. Очень дорого, дорого. 1 доллар, 40 гривен за килограмм черешни. Это классная цена. Еще голубика, лохына, 250 гривен за килограммчик. Друзья, тоже классная стоимость. Очень дешевая. Мы с вами сегодня ходили по ярмарке. Видели, что лохына, голубика, ягодка такая очень вкусная, стоит в среднем 400 за килограмм. А на этой точке 250. Поэтому покупочка очень выгодная. Так, здесь я взял на 120 гривен голубики. А тут на 60 примерно, если я не ошибаюсь. Что еще у нас? Помидорчики черри по 65 гривен за килограммчик. Вот взял такое количество. Тут грамм 600, по-моему. Не помню точно. Еще мне подписчица Светлана. Спасибо вам большое. Выражаю очень большую свою благодарность. Мне очень приятно. Даже неловко подарила вот такой звоночек. Так что буду звонить. И приглашать. Вот, кого-то на обед, на ужин. Так, давайте посмотрим дальше. Огурчики по 45 за килограмм. Тут, не помню, где-то килограмм-полтора, наверное. Вот такие сегодня у меня были покупочки. Пишите ваше мнение относительно видеоролика в комментариях. Будет очень интересно почитать. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Желаю хороших покупок на ярмарке. Мира, добра и классного настроения. До новых встреч!